Пока все отдыхали в новогодние праздники, хоккеисты Адмирала не расслаблялись. Помимо игр чемпионата, спортсмены смогли уместить в своем графике и выездной мастер-класс, и товарищеский матч. Оба мероприятия прошли в поселке Лазовом. Вместе с игроками туда отправилось и руководство клуба. Сначала моряки уделили внимание партизанским мальчишкам, для которых выход на один лед с профессионалами стал воплощением мечты. Когда показываешь детям, то, что ты сам это выработал давным-давно, им это приятно. И так же, как я рос, смотрел на других знаменитых людей и тоже хотел так стать. Поэтому всегда приятно, когда кто-то приезжает и показывает мастер-класс, выходит с ними на лед. Это вообще прекрасно для детей и для спорта. После занятий с детьми Адмирал был готов к товарищеской встрече. Соперником моряков стала местная команда «Сучан». Владивостокский клуб представляли Другов, Ильин, Гичебеков, Ковалев и Махановский. Усилили состав генеральный директор приморцев Сергей Сошников и его заместитель Александр Селиванов. На радость местным жителям счет открыли хозяева. Для них, к слову, игра носила особо важный характер. Ведь за матчем следили десятки юных болельщиков. На площадке с нами оказались отцы тех ребятишек, которые были на мастер-классе, которые потом были на трибунах. И эта любовь, она заложенная в детстве, она потом передастся. И кто-то из этих ребят просто будет здоровым мужчиной, который приветствует здоровый образ жизни. А кто-то станет действительно мастером и будет защищать цвета края уже в команде мастеров. Сам матч оказался богат на голы. После первой шайбы Адмирал быстро догнал соперников и вышел вперед. Встреча в итоге завершилась со счетом 5-3 в пользу моряков. Как отметили местные жители, результат не важен. Главное, что спортивную общественность удалось собрать в таком небольшом поселке. Праздник состоялся, дети очень довольны. Несмотря на погоду сегодня морозную, много пришло народу. Дети безумно счастливы. Думаю, сейчас пойдет процесс под впечатлением от увиденного. Сейчас дети будут покупать клюшки, коньки и будут становиться игроками настоящими. Стоит отметить, что этот выезд стал частью декады спорта и здоровья, которая проходила в крае всю первую неделю января. За это время муниципальные образования встречали у себя разнообразные спортивные праздники и физкультурно-массовые мероприятия. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин